Давайте снимите из двух... Итак, репортаж, оплаченный АО «Газпром». АО «Газпром» мечты сбываются, «Газпром» — национальное достояние. Всем добрый день, в эфире Эдуард Амуров. Мы начинаем олимпийский репортаж. Финал сегодня — биатлон Амуров. Вид спорта, где всего важнее стаж. В финал попало шестеро спортсменов, прошедших предварительный этап. Они стартуют не одновременно, а лишь согласно занятым местам. Амур и Галышом встают на лыжи, закинув на плечо свой стреломет. И так больших четыре круга движут, в конце которых стрельбище их ждет. Там пять сердец висит, и их задача — все пять своими стрелами пронзить. А тем, кто в этом будет неудачен, по кругу по штрафному колесить. А вот уже на старте и наш лидер. Не победим уже 17 лет. Во все стреляет с детства в голом виде, на лыжах ходит, даже в туалет. Зовут его Туука Амуронин. Он семикратный мира чемпион. Он так укоренился в этой роли, синонимичен слову биатлон. Стартует впереди на три минуты и убегает сразу далеко. У всех есть подозрение почему-то, что вся борьба пойдет за серебро. Вторым на старте... А, вторым на старт идет спортсмен немецкий. Он тоже в этом виде суперстар. Семь раз он занимал второе место. Встречайте, на лыжне Амур фон Штарк. Вы можете в нем не сомневаться, за финном будет он усердно гнаться, а все сердца при виде лука Штарка полопаются сами от инфаркта. А вот и чемпион Узбекистана, тончайшая из всех шести фигур. На лыжи встал он, не сходя с татами. Встречайте, номер три. Амур Амур. Он был почти что отстранен от спорта, поскольку всем известно, что он гей. Но отрицал он этот факт упорно и вот теперь участвует в борьбе. Но не большинство... что? Простите, не мой текст. Не обошлось в финале без француза, который мнит, что все его враги. И круг его друзей довольно узок. И так, на старт идет Амур Аби. Он первый в мире чернокожий лыжник, дошедший в этом спорте до финала. И главная его мечта по жизни, чтобы о нем вся Африка узнала. Вся Африка узнала. А вот дебют атлета из Китая. Он родом из провинции Цинчжуй. Попал в финал он вовсе не случайно. Приветствуйте. На старте Амур Хуй. На лыжах он стоял... На лыжах не стоял он в своей жизни. Но так как он живет при коммунизме, то в комитете спорта приказали, чтобы он не возвращался без медали. Катается он, скажем так, ужасно. Стрельба его для сердца безопасна. Но он всегда берет своим упорством. Всегда готов к любому виду спорта. Остался нам всего один участник. Но просит сделать паузу начальство. Вот будущих соревнований промо и трехминутная реклама от Газпрома. АО Газпром. Мечты сбываются. И вот с шестого к старту допустили. Открыта для него уже лыжня. И представляет сборную России. Любимец публики Амур Дарья. Родился в Комсомоле на Амуре. И там освоил лыжи и стрельбу. А если перед рейсом он покурит, стрелять умеет прямо на бегу. Стартует он последним. И взволнован. Он был на три минуты оштрафован за то, что обложил отборным матом Амура из Соединенных Штатов. Пока на старте русского мы ждали, все лидеры разок уже отстреляли. И промахнулся лишь один француз. И он к шрафному кругу держит курс. Теперь стоит на стрельбище китаец. Четыре раза выстрелил он зря. Вот пятую стрелу он запускает. Ну что же я могу сказать, друзья. С таким стрелком я бы не пошел в разведку. И даже с ним не стал бы есть харчо. И вот, пустив слезу, свой лук неметкий закидывает хуй через плечо. Амур Дарья во все сердца попал. Француза и китайца обогнал. И в это время на соседнем склоне стрелой к победе мчится Амуронин. Он преодолевает силу трения, ее сводя почти что до нуля. И радостен, что в заднем поле зрения не видно ни оби и ни хуя. Он подлетает ко второй мишени, снимает лук еще до торможения. И запускает все литые стрелы пять раз подряд в желудочек он левый. Пытаясь у него не съехать с пяток, к мишеням подъезжает и фон Штарк. Стреляет. Так, посмотрим результаты. Инфаркт, 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 инфаркт. Узбек и русский тоже не лажают. К мишеням вновь китаец. Пребывает он все пять раз. Он все пять раз отчаянно промазал. Ему к штрафному кругу путь указан. Но вижу, что, слушавшись сигнала, направился назад ко входу он. И вот китаец, не пройдя финала, на лыжах покидает стадион. Ну что ж, любой вид спорта не для нервных. И главное, конечно же, участие. Желаем мы китайской сборной члену удачи в его будущих зачатиях. Не одержал он на лыжне победу, но зрители, имейте же в виду, он будет наступающую среду участвовать опять в борьбе на льду. Амур Дарью обходит Амуронин, опередив его на целый круг. Но подождите, что-то происходит. И русский на ходу готовит лук. Стреляет он чухонцу прямо в бок, перебивая лука тетиву. И вот на жуткой скорости в сугроб летит бесценный скандинавский лук. Никто из судей инцидента не видел. В общем-то, никто и не в обиде. Амуронин идет на торможение. Мешает нулевая сила трения. Без лука он продолжить курс не сможет. Его оставим. Бог ему поможет. Теперь забег лидирует фон Штарк. И даже сам не понимает, как. От радости, что золото сияет там, где шла речь опять о серебре, Наш немец вдруг всем телом ощущает, что ему срочно надо по нужде. И вот в осуществлении мечты фон Штарк снимает лыжи и в кусты. А там сидит Горюет Амуронин, переживающий, что лук его уронен. Фон Штарк угнал у скандинава лыжи и выехал на трассу облегченно. И вот теперь, как я прекрасно вижу, с Амур Амуром стал плечо в плечо он. Узбеку что-то на ухо шепнул, и тот стрелой у страссы сиганул. Он мчится в те же самые кусты в осуществлении другой своей мечты. Зайдя в кусты, Амур берет за руку немножко очумевшего тууку. Уверен, что любой из нас мечтал, чтобы с чемпионом побывать в кустах. Друзья, у нас для вас большая новость. Китаец наш был не хухры-мухры. Сумев развить огромнейшую скорость, дошел на лыжах прямо до Москвы. Пришел просить российского гражданства, и был такого дара удостоен. И водку пьет с главой государства, закусывая черную укрою. Себя от подозрения спасая, фамилию сменил на Иванько. И вот уже на склонах бит США не видно ни медали, ни его. Итак, теперь на трассе только трое. И всем уже обещаны медали. И наши лидеры своей ездой у француза на два круга обогнали. Последний приближается мишень, лидирующий всех Амур фон Штарк. И вслед за ним всего на пять сожжений Амур Дарью приветствует весь парк. Никто из них опять не провохнулся. Лишь из кустов раздался странный звук. И чтоб быстрее было развернуться, Амур Дарья выбрасывает лук. И вот уже на финишной прямой он с немцем трет коленка об коленка. И оба, окрыленные мечтой, срывают ленточку одновременно. Ждем. Затаив дыхание, фотофиниш. И показал экран, что на пол палки нигде такого больше не увидишь. Амур Дарья опередил фон Штарка. Взревел до оглушения стадион. Амур Дарья навеки чемпион. А вам, друзья, очередное промо от всеми так любимого Газпрома. АО Газпром. Национальное достояние. Друзья, пока у нас была реклама, вы не поверите, вернулся Иванько. Уже в российской форме и упрямо встает обратно на лыжню легко. Катается, как будто подменили. Стреляет так, как в жизни не стрелял. И нам, по ходу сути, доложили, что шансы на медаль он не терял. Амур Аби успел он обогнать. Всей Африке француза не узнать. А Иванько на финишной прямой кричит «Россия! Амур хуй с тобой!». И вот уже готовец пьедестал. Фон Штарк привычно на второе встал. А две медали золота и бронзу под гимн кладем в копилку русской сборной. Закончим мы трансляцию культурно. Смотрите завтра «Ракетбол в снегу». А репортаж вел Эдуард Амуров. Подсохло горло. Дайте коньяку. Этот стих написал Леонид Шириев. Спасибо тебе, Леонид Шириев. За то, что ты его сдал, несмотря что не смог приехать на слет. Я думаю, что мы достойно его выступили. И, наверное, именно такую рекламу ты имел в виду, когда не прописал ее. Спасибо большое. Так, друзья, жюри должно вынести свои мнения. Я не помню, как я...